Субтитры создавал DimaTorzok Полина Фрелик, которая является шеф-корреспондентом славянской газеты «Дело в Москве», с 1997 года работала на славянском общественном телевидении, а с 2007 года работает в Москве и занимается проблемами экс-СССР и бывшего Восточного Блока. Очень важно, что Полина не раз была в Минске, это очень нам приятно, и что в 2010 году она получила премию за свой текст «Как рыбы в аквариуме, которые чувствуют море» в рамках международного конкурса «Солидарность с демократической Белоруссией». Мы очень рады, что Полона сегодня здесь, и очень надеемся на интересную лекцию и не менее интересную дискуссию. Еще хочу сказать, что вы тут нашли, я думаю, надеюсь, анкеты, и мы очень ждем, что вы их заполните, поскольку интересуемся, как дальше, какие темы продолжать, какие темы вам интересны, какие темы предлагать. Также мы просим тех, кто будет делать репортажи, не забывать, что эта лекция проходит в рамках проекта «Европейского кафе», и что еще у нас есть вам в подарочке ручки и значки. Ну, сейчас слово Полоне. Спасибо, Оля, спасибо «Европейскому кафе», что пригласили меня сюда. Я первый раз приехала в Белоруссию в 2009 году, и я думаю, что это была любовь на первый взгляд, и с тех пор я всегда рада приезжать сюда. Ну, поскольку мы сейчас находимся в европейском кафе, я думаю, что моя лекция будет чуть-чуть провокацией для вас, потому что в европейском кафе, наверное, все люди уважают Европу. Ну, мой тезис, что Европа выглядит как рай только вне, а если ты там живешь, в последнее время из-за кризиса превращается в ад. Так что я просу разрешение сесть, потому что я ночью приехала на поезде из Москвы, и оказалось, что единственный человек, который храпел, находится в моем купе, так что, пожалуйста. Ну, мой тезис, что Европа превращается в Белоруссию. Наверное, для вас это кажется большей провокацией. Я хочу вначале сказать, что это вообще не мой тезис. Я, когда я последний год, в прошлом году приехала в Беларусь, я брала интервью в Андрея Харау, а, наверное, вы все его знаете из центра европейских трансформаций. Егор? Да. Кто? Я Харау Андрей. Егор Андрей. Да, Андрей. Да. И одно в одно Белоруссия и Россия похожи только в каких-то деталях, например, то же самое происходит на Украине, а даже во время кризиса это тоже привлекательно для европейских государств, хотя нет народа правительней. И тоже второй человек, который высказывал такое мнение, это известный, наверное, всем славянский философ Слава Жижек. В прошлом году он приехал в Россию читать эту лекцию, и он сказал, когда он будет смотреть, как будет развиваться современный мир в будущем, он не будет смотреть на Западную Европу, потому что Западная Европа уже деградирует, что вообще в Западной Европе ничего больше не интересного. Он будет просто смотреть на Россию и что весь мир потихонечко превращается в Россию, что там, например, такой дикий капитализм и с такими маленькими гетами свободы, так как, например, кафе Y в Белоруссии. Ну, я буду рада на эту тему с вами пообщаться попозже, даже поспорить. Наверное, многие из вас не согласны с моим тезисом, но я буду рада слышать ваше мнение. Продолжаем. Ну, я буду просто аргументировать свой тезис, что Европа превращается в Белоруссию. И мой первый аргумент есть, что в Европейском Союзе приходит до деградации четвертая власть в Европейском Союзе. Посмотрим, почему. Ну, первый такой большой пример – это Греция. Наверное, вы слышали, что греческие власти под давлением Европейского Союза хотели закрывать общественное телевидение. Я не знаю, как про Белоруссию понятно понятие общественного телевидения. Просто это телевидение, которое финансируется самыми зрителями. Поэтому это один из самых элементарных институтов демократии. Так что, если Владимир будет прикрывать общественное телевидение, это значит, что это символный конец демократии в Европе. Ну, конечно, понятно, что в властях всегда попытка есть утешать свободу слов, свободу прессы. И просто под претензией большого кризиса они сейчас нашли возможность это сделать. Конечно, это большой резонанс возникли во всей Европе. И просто везде произошли протести, чтобы этого не сделать. И так до сих пор этого не сделали. Это такой мораторий сейчас, но никто не знает, что будет. Но если это происходит, это значит, что мы будем зависеть от современных Рупертов-Мрдоков, которым важен только профит и вообще не важна качественная информация, не важна демократия, только важен профит и коммерческие просто темы. Так что я думаю, что надо вообще соблюдать, что происходит в Греции дальше. Потом я сама из Словении. И когда произошло событие в Греции, все славянские журналисты сразу пошли на улицу в поддержку журналистов из Греции, я думаю, что это говорит про то, что в Европейском союзе до сих пор существует такая солидарность, это хороший знак. Ну, вы знаете, что, например, я не знаю, сколько в Беларуси, но в Словении так, что большинство журналистов сейчас очень незащищенных, потому что у никого нет постоянной работы. Все работают как фриланс. Как это в Беларуси? Фриланс. Да? Одно в одно. Нет, наоборот. Нормально. Но профессиональные журналисты в основном имеют постоянное место работы. Фрилансеры не тяжело зарабатывать, потому что гонорары у журналистов в Беларуси они такие большие, что они позволяют свободно работать на другие издания. Я, разве, не прав? Это очень журналист. Но у Словении вы знаете. То есть, если пару лет назад журналисты, в принципе, у нас могли получить за материал 100 долларов, за полосник, это, в принципе, была нормальная цена. Ну, а вы знаете, что в Западной Европе большинство журналистов сейчас работают как фрилансеры, например. Но я про печатников что-то говорю. То есть печатно смею. В Западной Европе, например, я просто знаю ситуацию в России. Все закрывают корп-пункты, потому что это слишком дорого. А все просто покупают сюжеты у фрилансеров. Понимаете? Возможно, кстати, возможно, на... Вот я не знаю, если у нас есть аудиовизуалы, аудиовизуалы, они могут, возможно, быть по-другому. Ну, в Словении возникла самая такая циничная идея, мне кажется, чтобы превратить журналистов в самих черно-рабочих. Потому что из-за кризиса работодаватели решили установить агентство, которое будет нанимать этих журналистов, а потом они будут оплачивать им только посуточно. Представляете? Что это значит? Ну, если журналист плохо оплачивает, у него нет никакой социальной защиты, он не может говорить про демократию, про свободу слов и ничего. Это тоже значит большая наградация профессии. Ну, чтобы вы не думали, что только с плохими новостями пришла. Кризис всегда тоже важна, возможность найти новые выводы. И я думаю, в этом виде больший шаг из всех европейских стран сделала Испания. Потому что там в сфере медийной системы произошел самый большой кризис. Там закрыли 70 изданий, представляете? 70 изданий и уволили 9000 журналистов. И эти журналисты, которые их уволили, они просто решили создать газету, которая будет в владельцах этой газеты просто журналистов и читателей. Я думаю, что это очень хорошая модель для будущего, потому что они просто могут писать про любые темы. Там нет никаких коммерческих давлений, там нет политических давлений. И они тоже решили, если у них будет профит, они будут как кооператив, они будут решать. Если это просто вложится в распространение газеты, или они будут просто где-то прибыли поделиться между собой. Ну а еще одна история про деградацию журналистики. У меня вопрос к вам. Какой народ в Европе самый уродливый и самый красивый? А какого парня уродливый? Внешняя? 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 Вообще. Некорректная формулировка. Можно ли такие волосы пробовать? Я согласна, что это не... Я думаю, что в аудитории нет нацистов, поэтому вы не умеете так сказать. Да, я согласна, но если вы верите этой газете, European Rights, Сами уродливые – это британцы, а сами красивые – это славянцы. Это выглядит как настоящий news сайт, согласны? Да. Но это просто издания, которые печатать, зашли в единопусты. Ну, поскольку instant журналистика, например, в Словении все, почти все издания писали серьезные статьи, что славянцы сами красивые, а британцы сами уродливые представляют. А они там... Там написано в студии «Евростат». А я потом пошла, посмотрела, если «Евростат» вообще сделает такое расследование. Ну, конечно, сразу ясно, что вообще это просто фальшливый сайт. И вообще таково не произошло. И несмотря на то, что я писала статью, что это вообще бред, что это вообще неправда, после этого еще несколько славянских изданий писала об этом. Но вы знаете, это, например, для славянцев это было очень приятно, потому что очень много рейтовых агентств снизило рейтинг Словении, что у нас просто не было самоуверенности. И потом, ах, хорошо, может быть у нас плохая экономика, может быть у нас политический кризис, но мы крутые, мы самые красивые в Европе. И потом еще одна такая история из той же самого. Кого бы бить за теракт в Бостоне? Вы, наверное, про эту историю известны, потому что в Фейсбуке это было как вирус. Чехия? Да, Чехия. Это тоже самое, это Daily Courant. Это тоже самое издание, как это просто опубликует фальшивые новости. И никто не проверяет. И потом это как вирус по всему миру, что это, на самом деле, она просто честно так сказала. Но я думаю, что это очень неответственная журналистика, если ты просто печатишь то, что увидели в другом издании. Надо просто хотя еще второй вир и проверить, если это так или нет. Да. Никто не проверяет, если они тиражируют потом эти новости. Да. Ну, а потом еще одна такая очень актуальная тема. Я хочу просто задавать вопрос, если социальные медиа полезнее или вреднее для традиционных СМИ. Как Вы думаете? Полезный это источник, вредный это как конкурент. Стали, я просто, я просто инструмент, вы вообще не понимаете, в источниках. В источниках, источник вредный. А по поводу того, что Вы сказали, что сейчас происходит в интернете, когда ссылаются на непонятные источники. Вот, собственно, социальные сети могут быть таким источником, из которых взята информация, неправильная информация. И в итоге получается, что эта информация вредит. В данном моменте вот такая информация о том, что британцы самые уродливые, она могла бы наблюдить отношения Словении с Британией. Наверное, проблема не в том смысле, в том смысле. Я не знаю, что я не знаю, что это делать. Ну и что, так вот ты еще запускаешь информацию. А в абсолютной милиции, ну что она исправит? Ну я сгравлю в свое время. Потому что это прямо в самом деле информация «Где Эдуард Сноудин?», потому что это вообще не важно. Потому что важно, что делать Эниса, что он просто соблюдает за людьми, кто может задавать себя этого вопроса, что американцы делали? Весь мир спрашивает себя, где скрывается Эдуард Сноудин? Да? Да? Вы согласны? А где настоящая тема? Не знаю. Как Вы думаете? Что важно? Где Эдуард Сноудин или что американцы делали? Ну я думаю, что это очевидно. Ну я хотела про Твиттер и другие социальные СМИ. Ну недавно в Москве так произошло, на самом деле, я бы сказала, как медиа. Потому что мы слышали про Твиттер аккаунт, который был открыт на имя его кресла. Да, потому что очень много журналистов верили одному анонимному источнику аэрофлота, купили билет и полетели на Кубу. Потом все смотрели это кресло, которое было пустое, потому что он вообще туда не улетел. И потом открыли аккаунт «Сенаркта как эта шутка» и потом поселяли, через этот аккаунт поселяли разные высказывания про Сноудин. Но я думаю, что эта история про Сноудина просто говорит, что такая инстант журналистика, что вообще не серьезно, потому что все перепечатают анонимные источники. и вообще, что это, что мы от этого имеем, если читаем. Эдвард Сноудин уже шесть часов в Шереметьево. Это информация, на ваш взгляд, релевантная информация, да? Ну, это зависит от специфики СМИ, специфики изданий. Если, например, ему необходима популярность, например. Я думаю, что он хочет какую-то, допустим, он видит в этом, то, что он размещает каждый день новость, он видит в этом, ну, главную свою работу. То есть ему важно, чтобы его, там, версайт читали. И как же это все важно? Ну, в данном случае я тоже вижу у многих изданий, которые, например, ну, занимали такие уверенные платформы, что они добавляют вот клубничку для того, чтобы к ним шли люди. Вот, и эта информация такого же плана, мне кажется. Это тоже такое, знаете, как такая пикантная подробность. Вот все пообсуждали, и вот у нас появилось лишнее, там, 100 человек, которые посетили наш сайт. А вот на следующий день мы сделаем нормальную новость, которую пойдет журналист, посетит события, напишет там репортаж. Знаю, что скорее всего не пойдет и не сделает. Останется на уровне того... Нет, 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 это такое бывает. Я думаю, что когда-то так разница, не конкурировать между собой, я думаю, что вообще неважно. Знаете, пусть лучше будет много непроверенной информации, чем вашу информацию будет кто-то, какой-то чиновник проверять и достоверную информацию выбрать. Нет, подождите, а давайте это сам, давайте дослушаем лекцию, потом будем дискуссировать. Хорошо. И потом по поводу социальных СМИ. Как сделать противогаз из пластиковой бутылки? Такая проблема возникла, но не возникла. Я так наблюдала, что, например, когда эти большие протесты произошли в Турции, вообще такие информации могли бы найти просто везде в Facebook. И что на мой взгляд проблематично, я не против активизма. Но я думаю, что проблема, когда журналистика превращается в активизм. И что касается Турции, я думаю, что очень много журналистов, кстати, и наш корреспондент, они потом уже писали о освобожденной, освобожденной, та хрер освобожденной, они просто превратились в активистов. Просто я думаю, что мир превращается, даже мир журналистики, медийного пространства превращается в высказывание, кто не с нами, тот против нас. И у меня вопрос к вам. Как вы думаете, превращает ли кризис журналистов в активистов? И что это значит для журналистики? Это на ваш взгляд хорошо или плохо? Это очень плохо, на мой взгляд. Я думаю, что в Беларуси тоже произошло то же самое. Да, есть такое. То есть журналист сам по себе это человек, который является рупором, определенным рупором мнений. То есть вот был пример такой из зала, что лучше напишем непроверную информацию, чем услышим комментарии чиновника. Правильная работа журналиста, я думаю, все журналисты согласятся, это когда ты берешь одно мнение, пишешь это одно мнение и берешь второе мнение. У тебя несколько мнений. Когда же журналист старается все-таки именно одну позицию представить, это не есть хорошо. Вы забываете о том, что существует конкуренция разных позиций. А журналист должен свою позицию, а не чиновника. Нет, подождите, тут есть своя позиция. Но своя позиция журналистов должна именно... Почему я должен говорить, что это плохо и не брать чужое мнение? Я поступаю так же, как чиновник. В таком случае... Потому что рядом нет другой журналист, который высказывает другое мнение, а читатель выберет, какое мнение объективное. Знаете, что такое мнение читалось? Наши собрали мнение в субъектах. И читать, что вы не читаете. Вообще, вопросу про активизм. Если еще у кого-то мнение. Хорошо ли, что журналисты прекращаются? И вообще, как это оценить? Ну, это признак небольшого фсионализма. Хотя, тем не менее, понятно, что у сайтов, которые публикуют там или целиком фальшивые новости. Все это понимают. Или у сайтов-то тоже хардсию. Есть своя целевая аудитория. Кому нравится, когда пишут ангажированно, непроверенную информацию, сгущают краски. Конечно, с точки зрения профессиональных стандартов СМИ высокой оценки не заслуживает. Но для кого-то это нужно, собственно, ты их... Ну, и кто-то готов публиковать эту информацию, кто-то готов ее читать. Нет смысла вводить в какую-то цензуру и запрещать эту иллюзию. Кому-то это нравится, ради Бога. Если журналисты заставят высказывать не свои мнения, это будет уже не журналистика, а... Это пропаганда, да. Пропаганда. Нет, это правда. Это газета «Правда». Может быть, это правда. Ну, это было просто... На самом деле. Карты можно отстанить от абиболента, то есть с одной стороны, а радио «Свобода» они все немножко по-другому действуют. То есть они собирают несколько мнений. Кто про радио «Свобода»? Нет, просто я. Радио «Свобода», она все-таки собирает несколько мнений. И поэтому она более качественная журналистка, нежели та же карта, которая берет... Никто не сомневался. Ну, я думаю, что здесь разные мнения бывают. Но всегда, когда во время кризиса, например, в 1938 году, я думаю, что журналист тоже должен был принимать такое... Что, я на этой стороне... Я буду просто... Очень много людей пошло воеваться в Испанию, понимаете? Ну, может быть... И потом они участвовали во боях и там писали. Не знаю, может быть, во время кризиса человек должен определиться. Я не знаю. Я просто... Может быть, есть двое вариантов. Такая объективная. Например, англо-британский тип журналистики, где надо просто... Такое мнение-мнение против и потом читателя. А может быть, более ангажированное. Я думаю, что есть два варианта. Просто есть, конечно, ситуация, когда не надо доходить до крайности, не надо делать псевдо-объективность. Да. Однозначно в ценностных ситуациях брать комментарий какого-нибудь мужья-кубийца, чтобы он высказал свое мнение, что он все-таки... Все-таки это очень хорошо. Убывать людей. То есть не надо... Приду... Не надо ходить до округа, понятно. И отказываться от своего мнения, там, известно, очевидно. Просто, скажем так, не надо ходить до своего мнения, но ты должен быть все-таки противоположен, хотя бы дать возможность по-другому счету высказаться на твое мнение. Я думаю, что такая проблема еще есть, что это такая государственная пропаганда, и это вот активизм, это такая контр-пропаганда. Она в какой-то степени пытается равновесить государственную пропаганду, поэтому... Я думаю, что это повторяет... Какие-то это допускают? Общества всегда так. Когда пропаганда очень жестокая, журналистика приглашается в активизм, потому что другого выхода нет. Ну, другой выход есть. Можно оставаться профессионалом. В Беларуси, да, есть, в 97-м, есть нормальный журналист, нормальный активизм. Более-менее объективные материалы. Те, что, да, это же «Радио Свобода», это же «Беллофан». Например, «Наша Нива». Вы говорите про социальные сети, но в нашей Ниве я очень часто замечаю, что берется такая-то новость социальных сетей, которая просто перепечатывается. Или, например, берется «Красавицы», лучшие там... Это уникальная идеализация. Да, да. «Красавицы» и, я помню, баннер справа. Видите, где это? Ну, надо различать печатную нашу Ниву и сайт. Да, ну, про сайт. Ну, надо понимать, что если на нашей Ниве не будет баннера, то, наверное, рано или поздно наше Нива закроется со отсутствием денег. Нет, ну, насколько размещать, допустим, появилась рубрика «Кахань и секс», по-моему. Ну, вот вы, видите, вы сразу так трошки у инший бок, вы начинаете так, что на белорусской мове заговорили про «Кахань и секс». Не быть на белорусской мове, это халовно. Мне все равно на какую мове он будет разговаривать. На данный момент вы просто берете, я скажу про то, что там бывает шмат информации, какая могла бы больше быть до культуры, которую не хватает нашей Нивы. Ну, в моей мере кого они? Ну, вы скажете, что все плохо, все дрянно то, что на белорусской мове. Ну, почему мы не разговаривали? Ну, почему мы не разговаривали? Ну, почему мы не разговаривали? Ну, я вообще, мне вообще никто не сказывался по поводу моей провокации, что Европейский союз становится все более похож на белорусский. Я знаю, что европейский смысл все-таки невозможно срати на белорусскими, но все равно, как вы думаете, есть какие-то, например, мало, наверное, у вас общественного телевидения вообще нет? Нет. Как органи rates, но это финансируется государством Ну, это финансируется государством, да. А государство финансирует народ? Нет! Ну,capitality. Ну, что это?! Это просто какая-то думная диалектика! Вы знаете, это тоже было общественное телевидение? Просто у нас за знание общественного телевидения то есть в греции так понимаю население конкретно деньги перечисляет на телевидение но bbc это да это понятно в греции так или иначе были связаны как-то с государственным финансированием иначе не откуда было попасть в программу бюджетных сокращений я думаю если это общественность и видение в греции настолько нужно всему народу что верно всего народа не будет большой сложности перечислять деньги на запасы журналистам потому что они это уже делали если государство говорит что просто телевидение будет закрыть что можно делать просто пойти на улицу и протестовать но все равно вы думаете что в Европе это очень просто делать что конечно попроще чем в Беларуси пойти и протестовать но все равно там тоже есть какие-то пункты где-то невозможно потому что например когда протесты в Бразисловении произошли например вокруг парламента все было закрыто это значит что тоже в Словении или в Греции в Испании когда эти протесты это есть такой таргет который вообще ты можешь говорить что хочешь а мы власть мы власть мы все-таки будем делать то что мы хотим и если они хотят закрыть общественное телевидение они так и будут делать просто такое ощущение что греки все очень хотят посмотреть но никто не хочет за него платить я чтобы заплатил кто-то еще и вот такой плохой Евросоюз просто не хочет он давать в полных кредитах поэтому такой плохой знаете если бы у нас закрыли БТ то никто бы не сказал что это нарушение Слово У нас есть хорошие примеры когда государство все финансируют но от этого как бы хуже греческая общественная стихия не финансируют за всем государством но и там тоже государство не имеет права голосовать они просто дают денег для поддержки свободы слов и все а там есть свои органы которые решают что они будут публиковать и все ну поскольку они критичные из-за кризиса греческие власти решили что это возможно по причине кризиса это закрыть и все мужчина говорит что речь идет не о средственном телевидении о стране кандемистической нет вижу ни одной проблемы почему она не могла существовать да ну вы потому что вы вообще не понимаете что общественное телевидение потому что это не коммерческий проект это просто это просто проект который показывает вещи которые другие бы не показывают документальные фильмы и такие вещи политические программы которые очень мало народа смотрит это коммерческие не успешные проекты но все-таки для демократии это очень важный проект так что если мы смотрим так цинично пожалуйста закрываем все и будем просто по коммерческим причинам я думаю что я думаю что я думаю что это очень важный инструмент демократии общественное телевидение это всегда всегда будет это уже с 38 года существует в Европе без общественного телевидения вообще не было бы разных мнений это не общественных каналов это просто приватный канал который финансирует коммерческий канал да это же коммерческий канал главное что у читателей есть возможность смотреть а могут ли влиять друг на друга различные страны Евросоюза в решении этой проблемы с поддержанием общественного телевидения конечно потому что например когда в Украине произошло разные страны разные общественные телевидения из разных стран послали туда петиции и поэтому прекратили это было решение Европейского союза это просто было решение Европейской тройки международный фонд Европейский центральный банк Европейская комиссия то есть пока еще какой-то механизм есть да конечно это отличает Европейский союз от авторитарных стран как Россия или Белоруссия конечно я просто ну может быть мое выступление звучит очень пессимистично но я все-таки думаю что в Европе демократия так глубоко что просто есть какие-то механизмы что невозможно даже если есть в властях политики потому что везде власти всегда будут пытаться прекратить четвертую власть это так и есть все потому что если никто не знает что они творят что коррупция им более приятно у них нет никого кто смотрит им под палец все так что ну и что вы согласны что Европейский союз превращается в Белоруссии нет однозначно нет а почему нет я думаю что это очень такое мега привлечение конечно я думаю что это провокация очень красиво звучит но до этого вряд ли дойдет и я думаю что это очень большое привлечение все таки стандарты европейские и права человека настолько да и ценности европейские и европейские в этом и заключается разница между Евросоюзом и Белоруссией что в Евросоюзе общественное телевидение свободно и когда его закрывает это нарушение демократии а в Белоруссии что такое так называемое общественное телевидение вы наверное знаете вы согласны со мной что это очень опасный шаг что даже если только попитки закрывать но ведь его не закрывают бюджетная финансировка что насколько я понимаю никто не мешает журналистам работать как-то иначе только не получают бюджетных денег не мешают работать им по себе но если они закрывают ну индивидуя государство нет а не увольняют журналистов ну в Белоруссии нельзя создать независимое телевидение действительно общественное действительно финансированное зрителями по политическим акцентам закрывать ну нет общественное телевидение а что были такие проблемы поэтому и не было правительство ну правительство согласилось уже сто лет назад что это будет потому что это очень важно для демократии и все если они просто убирают деньги это уже значит что они хотят какой-то кусок демократии по-моему это просто это финансовая проблема ну конечно я же говорю что это из-за кризиса и это не только финансовая проблема потому что когда кризис правители хотят делать то что им выгодно и все им приятно если никто не наблюдает на то что они делают не согласны для этого чтобы видеть много правильных вещей действительно да понятно греческое правительство когда там стоит кризис будет идти хотеть к кризису популярность там партии вроде золотой зарибают но просто альтернатива этому вроде бы очевидна и меньше полагаться на правительство и больше на третий сектор на четвертую власть но почему-то вместо этого глядя на Грецию такое ощущение что наоборот хотят все больше положиться на правительство чтобы поставить побольше налогов и побольше субсидий получить как-то это выглядит не очень логично нет я думаю что они хотят просто хотят поставить так и все а почему сейчас надо уменьшивать финансирование вы думаете что общественные термины меньше важно сейчас я думаю что в Европе там исчезает социальное государство я думаю что люди должны там смотреть на это и говорить что это плохо много чего важно просто в том а возможно ли это я считаю что важно каждый ребенок ел утром красную рыбу если нет денег то важно быть но если деньги есть например на большие зарплаты правителей ну такой вопрос например нет а почему поддерживание общественного терминия нету важно куда поставить приоритеты в том что видимо Греция поставила столько важных якобы приоритетов что из-за этого и разорилась но не Греция это просто греческие правители и все вы знаете что очень проблематично потому что это просто решили правительные а в Греции не было никакой публично дискуссии я думаю что в демократии когда принимаешь такие решения всегда надо громкую дискуссию а вы не согласны если вы так смотрите в Европе Европа идеальная как можно такой важный шаг сделать закрыть общественное телевидение без публичной дискуссии я думаю что в общественных не важно если они популярны или нет понимаете это вообще не важно потому что у них другой роль в общественных ролях поддержки демократии все высказывание разных мнений а если мы будем смотреть это если они популярны хорошо это вообще BBC надо закрыть все на церкви потому что все всем более смотрят MTV или не знаем что Алона а вот мы немножко затронули вопрос там интернет телевидение может ли она тоже какую-то такую функцию выполнять близкую к общественному телевидению или их вообще невозможно сравнивать ну зависит какая у них программа например я думаю что дождь как ты думаешь расистый выполняет как у того из общественного телевидения ну а у них выполняет это коммерческая структура она заточена по прибыль это не является общественным телевидением это коммерческий правиль да 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 понятно но речь идет то что они по своему происхождению разные ясно да и по своему финансированию а миссии можно ли сравнивать какие-то интернет проекты они отличаются за счет того что у них разные источники аудитории то есть это телевидение которое рассчитано на извлечение прибыли из какой-то целевой аудитории допустим оппозиционно настроены соответственно куда будут нанимать актеристов так далее общественное телевидение оно для всех это просто разница я тоже люблю смотреть дождь но это для определенной публики все общественное телевидение должно быть для всех каждый должен найти какой-то программ которая ему нравится и все я думаю что это очень-очень важно так что выходит что вообще такого аналога общественному телевидению нет у него такая особая функция в обществе для вас это сложно понимать что есть у нас вроде как канал культуры в принципе можно так же те же документальные фильмы такой же низкий просмотр низкий рейтинг но оно есть 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 но тоже старается использовать но политически нет но еще не знаю что другое финансирование ни один человек который смотрит беларусь 3 ничего не платит за это, понимаете? То есть это вот разные абсолютно функции. Чтобы увидеть на Беларусь-3, например, там альтернативную какую-то культуру, я не знаю, что должно вообще в этой стране произойти, да? То есть там какая-то... Вы же понимаете, что у нас балет, даже балет это политический вопрос. Ну, я так грубо да, говорю, да? Ну, вообще, то есть, да. У нас есть черные списки, например, да? У нас даже вопросы культуры, да, это, ну... А в Слоенцах есть черные списки? Запрещенные, то музыканты, 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 авторы? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Это все равно Европа. Вот видите, поэтому в Беларусь, что такое Европа, но это пока, но пока, ну, например, в Греции, например, на греческом телевидении был очень известный автор, я могу даже его... Он сейчас работает в США. его уволили. И есть несколько комментаторов, которых в Греции нельзя брать комментарии, и все. Так что, тоже есть случай. И тоже, например, а я думаю, что в Слоенцах телевидения в этом смысле очень корректно, слишком корректно, потому что у нас всегда, если есть какой-то, который про, надо приглашать еще пророк. но я думаю, это тоже не та модель, потому что зачем всегда надо, потому что иногда тоже надо решать, это правильный подход, а это неправильный, и все. Понимаете, если мы будем общаться про фашизм, невозможно приглашать человека, который за фашизм. Я думаю, что это вообще неэтичный, так что... На мой взгляд, столь же неэтичный приглашает того, кто за коммунизм, хотя в Европе многие со мной не согласятся. Ну, видите, это просто демократия в Европе. Вы так смотрите в Европу, видите, что у нее тоже двойные стандарты есть. Ну, просто запретили, например, свастику, а красную свету не запретили. Так что я думаю, никакой разницы. Я думаю, что Европа не такая идеальная. Европа не такая идеальная, но ничего лучшего в мире нет, поэтому стандарты остаются европейские. Если бы мы нашли что-то более идеальное, то мы бы и равнялись на что-то более. Но так мы равняемся на реалии, и пока ничего никто не предложил. Конечно, но это для вас. А я просто я уже живу например, 10 лет в Европе, а я могу говорить про ее недостатки. И все. Потому что я думаю, что идеальных решений я просто не люблю, когда люди идеализируют. Так что я думаю, что если Беларусь хочет выступать в Европейский Союз, она тоже должна понимать, что это не рай. и все. Да, это правильно. Когда люди видят в каком-то укладе жизни сплошные достоинства, то они легко разочаровываются. когда мы преподаем демократию, то мы должны обязательно говорить о ее недостатках. Но ничего лучшего, безусловно, в мире нет лучшего способа правления. Потому что он дает возможность проявиться в человеческой инициативе и предпринимательской, и политической, и любой другой. Но я вас хочу вот о чем спросить. Скажите, вы ведь живете в России долгое время, да? И как вы расцениваете ситуацию в российских журналистах? Простите, я бы сказала, что мне кажется, довольно свободное. Ну, конечно, там есть государственное телевидение, есть пропаганда, но все равно, например, существует очень много радиостанций, которые довольно свободны вообще в интернетном пространстве, информация распространяется. Ну, например, таких шуток, как на счет Путина. В Словении, если бы в Словении на счет премьера, я думаю, у нас сразу бы начинали дискусии, где гран свободы слов, понимаете? А в России, я думаю, что это позволено. Потому что всем ясно, что все, большинство, там 80% людей информируется через государственное телевидение, они чувствуют, что это угроз, что в интернете есть свободы слова. И все. Скажите, вам известен такой журнал «Вьюстовик» в России? Да. Это прекрасный журнал, не понимаю, почему он исчезает из Беларуси и его и его это лучше. Он знает, в чем дело? Его закрыли, и он закрылся, не в курсе. Про Ньюсвик. Я получал из него всю необходимую информацию. Какой он? Нет, он исчезает из Национальной библиотеки, она совсем еще. Не знаю, надо Лукашенко спросить. Ну что, у нас есть возможности задать самые разные вопросы по Луне. Вы говорили изначально, что вы считаете фриланс плохим для журналистов направлением, именно потому, что журналисты не защищены в этой ситуации. Но, с другой стороны, почему человек, ну, журналисту проще все-таки работать фрилансом, потому что, имея какую-то определенную мысль, свою позицию, он может сразу бросить на различные издания СМИ. И в то же время, если он работает в одном издании, то ему в любом случае приходится как-то подстраиваться под политику именно этого издания. В чем закрещается? Я, наверное, хорошо бы взяла. И, наверное, работа 50, я думаю... То есть, именно в социальной гарантии... Подождите, но в той же, в той же, в той же беларуси. Окей, я всю жизнь проработаю, я всю жизнь проработаю в своей газете. Получу под конец жизни 120, 120, 130 долларов. Скажите, извините, какая разница? Я могу работать дальше фрилансером. Я буду работать, мне придется. с собой, я просто постоянно работаю. И в коем гражданстве будет на цель фриланса. Им сейчас очень-очень сложно продавать сюжеты про Россию, потому что Россия такая, ну, в кавичках, стабильная страна, ничего такого, ньюсворди, там не происходит, там нет больших протестов, там нет никакой политической нестабильности, поэтому они там сидят и ничего. А поскольку у меня постоянно работа, моя газета заинтересована, чтобы я писала. Понимаете, я всегда в форме, я всегда слежу за темами. Если как журналисты в месяц ничего не опечатали, то уже какая-то деградация. И, например, моя газета может финансировать у меня поезд в Белоруссию. Если бы я не приехала сюда, я бы с какими стереотипами смотрела на ситуацию в Белоруссии. Потому что, когда я первый раз приехала, у меня были так удивлена, потому что я просто ожидала, что здесь просто репрессии прямо на улице. Если ты скажешь Лукашенко, что тебе сразу там посолить тюрьму и все. А потом я приехала и увидела, что это просто нормальная, даже более европейская страна, чем Россия. Понимаете, это очень важно, чтобы журналисты были на месте событий, а не просто печатали агенства. Потому что в всех агенствах есть одно мировоззрение, это просто западное мировоззрение, англо-американское. Понимаете? Мы сейчас, я так понимаю, у нас именно заключается в том, что большинство агентств, они заточены под профит, как вы говорите, под прибыль. То есть, работают на прибыль. И поэтому им чаще всего не важно, как качественная информация, проверенная информация. Им важно, чтобы просто наполнялся, как был контент. Он ввез контент такой желтенький. Это абсолютно фраза прозвучала. Если это серьезная, с ним хочется срабатывать деньги, как же, я не просережусь. Я не просережусь. Да, он сычок. Алексей, например, будет в иномизе для Путина, потому что это продается. Может быть, иногда он тоже что-то хорошего сделает, потому что, я думаю, что нет черных или белых правителей. Есть просто правители, которые делают что-то хорошо, а что-то плохо. И надо просто оценить человека, потому что он сделал, а не кто он. А так что в Западной СМИ всегда будет про Россию, про Путина создавать негативные сюжеты. И все. Но тем не менее, понятно, если какая-то газета будет каждый день публиковать Путин. Сегодня Путин ест маленьких детей, Путин просто убивает бродящих собак, то никто не будет эту газету очень скоро покупать. Конечно. Будет. Будет. Но если кто-то ее будет, ее аудитория, то в этом тоже нет никакой проблемы. Почему? Для каких-то людей такое хочется читать. А это важно, если это правда? Если этим людям это не важно. Это их дело. Ну, это вопрос. именно поэтому мы с вами не будем работать в той газете никогда. Но если кому-то это очень хочется, разве демократично ли было бы ему так запретить то, что люди будут делать? Ну, я думаю, что есть какие-то, например, в Славеем существует просто как суд. Если ты опубликуешь неправду, тебе как частный суд называется. Тебе посадить в эти частные суды, и потом есть какое-то рассуждение, если ты поступай правильно, этично и так. Я думаю, что тоже есть какие-то стандарты в журналистике. Например, как в медицине. Ну что, лечить человека просто так, если у него рука, не знаю, чуть-чуть заборят, просто адресать, и все. Окей, а есть еще, раз про медицину. Есть всякие народные целители, старушки, которые делают заговоры, которые абсолютно, абсолютно антинаучные, но есть люди, которые имеют на это спрос. Было ли бы правильно это запретить? У них нет диплома, еще не цинского. У них нет диплома. У них нет диплома. Им не надо соблюдать профессиональные стандарты. Если ты занимаешься журналистикой, ты должен соблюдать профессиональные программы. Каждый, я не знаю, в каком дель-арусском кале-человеке может практиковать журналистик. Вопросы о блоггерах. Вопросы о блоггерах. Да, вопросы о блоггерах. Поэтому я думаю, что это очень вредно, потому что сейчас все люди превращаются в журналистов. А я думаю, что это очень плохо для журналистов, потому что блоггерам какое ответствие есть. Я с вами не согласен. Это очень хорошо, что каждый может превратиться в журналистов. Почему? Потому что читателю предоставляется огромный разброс и огромное разнообразие самых различных подходов. Если начать запрещать желтую прессу, я тоже не очень, люблю желтую прессу, то тогда под желтую прессу попадут те издания, которые не любят правительство. Понимаете? И это говорит о том, что журналистика должна быть разной, она должна поддерживать конкурентоспособность, а это очень нелегко в связи с изменением читательской массы, которая очень мало читает, которая выбирает далеко не самые лучшие материалы, и в результате серьезные издания вынуждены где-то брать спонсорские деньги. А спонсоры всегда, давая деньги, они требуют заказывать музыку. Понимаете? В этом проблема. В читателе, не только в журналистике. Кризис мировоззренческий, вы хотите сказать? Да, мировоззренческий кризис, особенно в России страшный. Но не только в России. И не только в России. Евросоюз захватил сейчас мировоззренческий. Значит, церковь мировоззренческий кризис. Наша обязанность заключается в предоставлении и в газетах массовому читателю и элите каких-то новых мировоззренческих ориентиров, которые могли бы им помочь, не заставить им помочь выйти из этого кризиса. Понимаете? И я думаю, и я думаю, что такое... И я думаю, что такое мировоззренческое направление уже возрывает. Я называю его секулярный гуманизм. Окей, не вопрос. Вы хорошо говорите, когда именно человек свою позицию высказывает. Это отлично. Но когда выходит информация такая вроде «О, Путин умер!» На блоге появилось там. Вот из достоверных... Например, сейчас пример Миндит Монфеля, когда учат три издания опубликовать, что он умер. Да, из достоверных источников и получается «Горький пил горькую», «Бухарин бухал», «Киров кирял». Из этой шутки это ненормально является. Ну что? Мы поболтали там в интернете. Кто их послушает? Что? А рядом существуют серьезные издания, существуют критики, которые сразу же, как это вышло, напишут «Этот человек ненормальный». И этих критиков будет читать определенная целевая аудитория, у которой действительно достаточно высокий уровень образования. А вы же сами говорили, что все-таки у нас кризис. Кризис. И значит, большинство людей не будет читать серьезную прессу. Я не буду верить, что Нельсон Монфелл сделает аудиторию, что им нравится читать. Что? Но это делает ведь этой целевой аудитории, что им нравится читать. Нельзя заставить людей читать какие-то другие, якобы более объективные СМИ. Значит, сразу вопрос... Мы, как этот критик занял фильтрацию информации. Понимаете? Вы не говорили про фильтрацию информации, мы говорим про качество пресса, по-моему. Не, 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 возрождите. Я сказал, запретить блоги. Вы тоже не говорили о том, что запретить блоги. У нас не читали сейчас... А у нас не на этом все сообщено. Сам читатель выделил все в спам. Глеб, посмотрел, это в спам, это в спам. У нас проблемы. Понимаете? Мы не фильтруем, мы говорим, что кризис идет. Очень многое зависит от элиты. Понимаете? Я хочу сказать, что настоящая информация, что блог, что мнение, что... Я думаю, что это надо какие-то стандарты поставить. Потому что, если так будет, я думаю, невозможно верить в ничего больше. Просто, понятно, нельзя, чтобы серьезно изменить подход к информации абсолютно не серьезно. Не проверяли. Поэтому, там, репутация и СНН не страдает от того, что появляется в жизни. Но это надо образовать читателя и зрителя. Это очень важно, но никто это понятие. Ну, совсем уж и так. Нужно ли дооценивать читателя и зрителя? И кто журналист такие умные, а читатели и зрители такие умные? что очень многое в этом мировоззреческом кризисе связано с тем, что элита постепенно потеряла свое влияние на массу. Понимаете? Масса, значит... Ой, а я с этим не согласна. Ну, плюрализм, это очень хорошо. Понимаете? Это очень хорошо. В плюрализме всегда, так сказать, есть возможность выловить ту информацию, которая действительно заслуживает того. Но преодоление мировоззреческого кризиса это в первую очередь дело элиты, это дело интеллектуальной элиты, это дело, значит, философской, художественной, политической элиты, понимаете? И вот я думаю, что если в стране есть сильная элита, понимаете, то мировоззреческий кризис очень эффективно можно преодолеть. Если... Если вы не уверены... А я с вами согласна, потому что я думаю, что если бы ты хотел проинформировать людей, у тебя должны быть какие-то средства. Это значит, ты должен владеть коммуникацистским каналом, это значит телевидением, и тебе должно быть много денег. Понимаете? Например, если вы что-то хотите сказать, вы не можете то, что вы хотите сказать сраной возможностями, которые есть в Лукашенко. Понимаете? Он всегда может пойти на общественное телевидение, высказаться, и его будет смотреть 100% белорусским. А если вы будете здесь в Кафе У что-то говорить, в вашем году... Конечно, но у нас нет... У нас нет... Уважаемые элиты, по честному телевидению. Общественное телевидение, да? Общественное, где-то. Гри-то, извините, в 1918-е, в 18-е, в 19-е, в 19-е, в 19-е. Поэтому я думаю, что это очень трагично, что произошло в Греции. Даже в Пик... Потому что было самодерга, все, как это жаловно. Давайте пофициально обращаться. Есть ли еще какие-то вопросы? Тех, кто вопросы не задал. У меня, пожалуйста, вопрос, касающийся... носителя печаток, да? Вот сейчас все уходят в интернет, и мы знаем примеры из мирных детских изданий, которые отказались от печатных версий. Вот насколько в Словении актуальна еще печатная версия газет? Ну, я думаю, что печатные издания всегда будут существовать, потому что, например, да, хорошо, у меня есть Kindle. Я читаю книжки, может быть, на Kindle, но все равно мне более приятно взять книжку в руки и читать. Я думаю, что информация, которая в газете стоит больше, чем которая в интернете, потому что в интернете есть так много информации, что вредность этой информации теряется. И все. Какие у вас царажи? У нас в нашей газете 50 тысяч. Она ежедневная, да. Ежедневная? Да, да. Я самая старшая, она в 50-х годах. У нас тираж был раньше 100 тысяч. Это уже серьезно. Раньше это когда? За какое древнее? Ну, в течение 10 лет упала на 50. А какая древняя самая массовая тиража? Ну, это наша. Ваша, да? Да. А насколько региональная цена? Да, довольно разная. Ну, я думаю, что, поскольку, ну, вы знаете, что Словения очень маленькая, там 2 миллиона людей. Ну, для медийного бизнеса это очень плохо, потому что тебе вообще невозможно бежать, если у тебя нет половины людей, которые покупают твою газету. Я думаю, что для нашего государства у нас больше газет, чем надо, потому что у нас есть там 5 всесловенских газет, но я думаю, что место есть для одной. И несколько региональных. Ну, региональных есть там 5. Я думаю, что региональные должны остаться, потому что там есть своя публика, свои читатели. Потому что я думаю, что мир вообще превращается так, что люди больше там у себя приходят, и более интересные локальные новости. Поэтому тоже это очень плохо для журналистов. Например, наши газеты просто закрывают корпункты везде, потому что нет интереса читать международных новостей. А это не только в нашей газете, это и в всех западных СМИ. Например, в Москве вообще из Москвы в этом году уехало там 20 журналистов просто. Даже, например, вы знаете, что в Германии очень большой интерес к России. Всегда были, всегда были. Но там Франкфурт, Германия закрыли свой корпункт. Такие крупные издания. Потому что вообще никому больше не интересно, что происходит вокруг, кроме себя. Но я не знаю, как вы чувствуете. Наверное, Европейский Союз раньше очень много внимания полагал на Беларуси. А сейчас, наверное, вы думаете, что Европейский Союз превратился в какую-то старую даму, которая просто занимается своими проблемами. Потому что у нее очень много своих проблем. Ну, раньше в Беларуси не очень много было умпания, так что мы не сильно заметили, что как-то меньше стало внимания. Ну, а вы не заметили, ну, например, по поводу грантов, например. Наверное, есть какие-то гранты, всегда существовали. Как-то, мне кажется, всегда их было мало. Подожди, какой функция закрывается, потому что нет денег, или потому что неинтересно западным риском. Ну, я думаю, что... Взаимозвращение? Да, это не так наблюдает, если, например, новости за Россией читается, а если нет, они закрывают спорту. Потому что все-таки денег нет. Денег нет, потому что она не популярна. Да. Ну, это не проблема общевропейской личности. Если каждый интересуется... Да. Ну, как я раньше сказала, что не надо идеализировать Европейский Союз, потому что у Словении это... Так было. Все так. Когда мы в 2004 году вступили в Европейский Союз, у нас такая эйфория, эйфория, эйфория. А сейчас, поскольку у нас такой кризис, вообще наоборот. Все ищут внешнего врага, и внешний враг стал Европейский Союз. Это не только в Словении, это и в Испании, это и в Британии. И есть, например, обискативы, просто виды из Европейского Союза. И, например, у нас даже так... Начинает такая большая ностальгия по Югославии. Может верить или нет. Но это было тоталитарное государство, но все равно. Например, у нас недавно, там, 10 дней назад, был праздник 25-летней независимости. Ну, что возможно было видеть на улице? Там не было европейских флагов. Там были красные звезды. Но я думаю, что это очень много говорит про идеализацию и потом демонизацию. Так что я думаю, что надо реально смотреть на государство, которое тебя привлекает. Иначе будет большое разочарование. И, например, что самое важное, что генерация, которая родилась после в Югославии в Югославии. У них такая анастальгия. Понимаете? Они вообще не знают, что это все равно. И та депрессия. Там было так, что это было так, как социальное государство. Они все так, что это было социальное государство. Так что было бесплатно. И все так было бесплатно. И так было. Где люди, которые никогда не жили там? Просто кому к чему? Да. К левой европейской ценности. К чему они видят? В Югославии? Да. Да, 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 да. Но вы, наверное, не знали о том, что они сейчас видят европейское ценность. Больше социальное государство, чтобы бесплатно. Ну, вот. И не стерегаться. И, например, ну, вы знаете, что большая проблема для маленьких государств. Что, например, есть в Европейском Союзе страны первого ряда, а у них второго. Потому что есть страны, которые себе не могут позволить, которые потеряют свой суверенитет из-за Европейского Союза. Потому что там есть какой-то диктат европейской комиссии. Например, у нас кризис. Вы думаете, что мы можем сами решать, как мы будем выйти из этого кризиса? Конечно, нет. Нам просто в Груссе говорит, что вы должны продать такие и такие предприятия. И все. Но все эти части суверенитета появляются, в том числе, одним из включающих моментов для окупления в ЕС. Да. Ну, и я думаю, что, кроме того, что одна будет тоталитарная, другая демократичная, что, я думаю, все очень похожи на Советский Союз. Наверное, вся разница в том, могут ли графики в Европейском Союзе, например, в Словении, демократично инициировать эферендум по выходу и демократично посчитать на нем голоса. Если они на это, наверное, все-таки могут, и выборы не будут существовать. А в Советском Союзе, очевидно, там, Латвия и Латвия не могли такого сделать. Наверное, в этом и разница. Да. У греки музыку были такая. Кредиты могут выйти только. Кредиты не дадут. Хотя, чтобы им деньги дали и не решали, как это тратить. Все сразу. Кредиты дают для того, чтобы оплатить долги от греческих банков, а не выплатить зарплату бюджетом и так далее, и так далее. И дают на условиях, и надягивают эти кредиты на условиях тройки. Так что ситуация совсем иная. И действительно, это сравнение с Советским Союзом более чем уместно. Неизвестно, что хуже, я бы даже сказал. Здесь вопрос в том, зачем греческие власти отвечают за долги большим банком? Потому что исходят, опять же, из кентианских концепций «to big to fail», надо гарантировать долги. Это весьма особо не так. Правильно. Но греческий народ от абсолютно в сторонке находится. Я такой. Да. Против греческого народа и новых политических актов. Оказывается, что на телевидении нет местной революции. Вот, пожалуйста. Его закрывают просто-напросто. Вот об этом речь, собственно. А мне кажется, все-таки мы динамизируем ситуацию. Проблема в перспективе. Конечно же, словенцы, наверное, наступали к Евросоюзу. Они думают, что завтра мы вступим, и наступит счастье. Но для того, чтобы достигнуть этого счастья, нужно пройти очень тяжелый период реформ. Очень серьезных реформов, которые требуются. Вы знаете, что у нас Словения одна из самых, все говорит Кубу, Словения самая хорошая страна, которая поступила в Евросоюз. А у нас это не то, и продажа здесь не будет. Ну, давайте сравнимать за 10 лет. Я вот не согласен. Его забрали дешевые деньги из Европейского теканского банка. Строили дома, строили дома. И потом все рушило. Я вот, к сожалению, не был в Словении, но я был в Польше. В Польше был 5 лет назад, допустим, и был в апреле. И разница вот просто неокруженным глазом, моим ничем не ангажированным, она существенна. То есть, насколько изменилась Польша за 5 лет, и насколько там больше появилось тех шильдочек с надписью «Это финансируется Евросоюзом», начиная от дорог и заканчивая образованием и ментальностью, наверное, в том числе полянков. Это очень существенно. И естественно, что не наступило счастья на следующий день. Но Польша видит перспективу свою. Она видит, как изменяется роль Польши в Евросоюзе. Она видит, как конкретно... Невозможно в политике или в экономике иметь на завтра уже результат. Но вот спустя 5 лет, спустя 10 лет этот результат виден. И я уверен, что в Словении этот результат есть. Если бы я был в Словении до вступления и сейчас, я, наверное, я просто голову на течении даю, что я бы, наверное, увидел эти изменения. Вы же сами сейчас сказали, что вы ищете внешних ругодов. Поэтому я уверен в том, что нельзя, чтобы счастье наступило завтра. Но славянцы, наверное, чувствуют перспективу. Они уверены в своем будущем. Они понимают... В Совете все народы Евросоюза, которые сейчас в кризисе, они вообще больше не верят в Европейский Союз. Это проблема, понимаете? Потому что в всех протестах, которые происходят, они не видят в Европейском Союзе какую-то структуру, которая будет их спасать. А они видят в Европейском Союзе структуру, которая будет их еще больше давить и уничтожать. Наверное, здесь фактор популизма сыграет. Отдали, подождите секундочку, отдали. Я просто хотела сказать по поводу Греции. Когда-то у нас очень была такая большая информационная волна, когда там особенно были протесты в Афинах. Я как раз в то время попала в Грецию, я была убеждена, что там просто кошмар. Потому что вот я читала новости там, и в Райньюз постоянно, я смотрю и так далее. Я приехала, я разговаривала с разными, простыми бизнесменами. Я каждому задавал вопрос, как вы выживаете, как ваш кризис? Это как раз попало в Беларуси, потом у нас такой кризис. Вы помните, да? Когда у нас тут инфляция, эта сумасшедшая была. Мне все же сказали, да какой кризис? Нормальная работа. Понимаете, вот у людей кризис, да? То есть есть различия, да? Кризис в Беларуси и кризис в Греции. В Греции есть кризис, но знаете, у них магазины работают. Там с 12 до 4, как не работают, так не работают. Они отдыхают. То есть вопрос в том, что ценностно, да? У них многое осталось, какие было. Например, по потоку туристов, потому что я разговаривала с многими там, именно крупными операторами, которые принимают. Поток туристов огромнейший. То есть деньги делают огромнейшие. То есть нельзя вот так вот огульно, мне кажется, говорить про то, что там... Ну, то есть понятно, что информационная волна кризиса так так. Ну, потому что кризис никогда не видит на трупе, но когда через Мицинск попадет в Греции, ты думаешь, что только одна значительная страна. Да, просто ты себе удав Dubили. Из-за ли, вот… И все, где-то, да, понимаете. Причит, ты тоже, например, я думаю, что ты никогда не будешь понимать страну, приезжать туда два, три дня и потом сказать, о, я вижу, что это совершенно нормальная страна, я поминаю, что Беларуси так, что это совершенно нормальная страна, я думаю, что здесь возможно в свободно общаться в свободно. Ну, хорошо. Когда я начинаю общаться с людьми, я вижу, что здесь проблемы есть. То же самое происходит в Греции. Потому что в Греции безработных за 40%. Или в Испании 50% молодых людей безработных. А вы думаете, что это не проблема? Когда 50% молодых людей безработных, я думаю, что это ужас. А зачем, например, испанцы пытаются иммигрировать в Германию? Вы понимаете, что в Беларуси специально безработные, например, практически нет. Там какая-то статистическая погрешность. Даже до 2% не доходит. Но это говорит просто о том, что люди там работают нелегально, скажем так, понимаете? И вопрос там, если я, например, когда я говорила грекам, у нас еще тогда на тот момент не воспитываются. Здесь только были мы в предвкушении. Сколько у нас зарплата там в Евро? То есть они были вообще в шоке, что такие зарплаты вообще могут быть. Поэтому вот то, что вы говорите, что Европа, она ближается к Беларуси. В том моменте Беларуси не такой плохой, понимаете? Потому что я сейчас думаю, ну, хоть я маленькие зарплаты, хоть я зарплаты, хоть я работаю. Так а цены-то у нас одинаковые. Реально одинаковые цены. У нас такие же цены, как и в Париже. Некоторые выше. В три раза выше. Да, на одежду в 2-3 раза выше. Ну, в коммунальной там будет разница. А вообще по продуктам мы помогем всем, кому-то. Ну, вы понимаете, что некоторые предприятия в Беларуси, они играют не роль бизнеса, а социальную роль. То есть человек должен встать утром, пойти на работу. Не важно, что он там ничего не делал целый день, или он сделал продукцию, которая будет 5 лет продаваться лежать на складах. Предприятие, это социальное, многие предприятия белорусские, это социальный проект. Просто надо прийти, уйти, но этот мыльный кузырь, он рано или поздно лопается, понимаете? Нет, 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 очень много таких людей сидят. А вот в Польше как бы 3 злотых доллара, так и сегодня 3 злотых, через 5 лет спустя. У них хотя бы я работаю, понимаете? Потому что... Ну, что приезжают к нам. То есть неважно, какая заплата, то есть, может, сама работа важна. Ну да, проект испанский, проект кооператива. Значит, 9 тысяч людей без журналистов без работы. Они работают почти бесплатно. Понимаете, журналисты, которые раньше были, например, первые журналисты в своей газете, но когда газета разваливается, у тебя нет работы. Если 70 тысяч изданий не работают, это значит, что... То есть люди хотят сохранить свою квалификацию. Даже важнее тут идет момент, что они вовлечены в какую-то активность, чем в самом момент оплаты, да? Да, конечно. И поэтому большинство молодых испанцев сейчас живет в своих родителях. Раньше они просто жили, например, в Барселоне. Сейчас они приезжают обратно своим родителям. Это тоже большая проблема. У нас до 40-лет же... Так а в чем тут... Кто же может носил жить в Барселоне, нет, на день? Евросоюз, нет. А знаете, о каком кризисе, на самом деле? Вот у нас 10-20 лет тому назад сделали из недвижимости мыльный пузырь. Конкретно. Сейчас сделали точно такой же мыльный пузырь из образования. Вот это в Белоруссии, это в Евросоюзе, это даже в Америке происходит. Когда ты платишь огромные деньги за образование, ты получаешь это образование, а потом в конце оно не окупается. То есть и сейчас как получается? Во многих странах развитых очень много людей получает, вот как вы говорите в Испании, 50%. Молодых людей получают высшее образование, и они не идут работать не по своей специальности. Хотя они могут пойти работать не по своей специальности, и не будет такой безработицы, это бешеное. По-моему, надо сокращать просто как бы... Кризис, у тебя уже знаешь, что... Нет, я могу вам сказать, что это неправда, потому что сейчас в Европе люди готовы делать что угодно, а их даже не будут работать в Казахстане. Ну, слушайте, в Евросоюзе идут и деды рынок труда, если можно строить работу в любую страну. Ну, понятно, что те испанцы... Конечно, да, если испанцы сейчас учатся в немецкой, идти, чтобы поехать в Германию, потому что только немецкая экономия еще работает. Понятно, чтобы испанцы хотели жить не у своих родителей, а желательно сразу в молодости в Барселоне, и получать хорошие зарплаты. Но если нету спроса на такую их работу, то никто им не обеспечит счастливую жизнь. Вы поняли, что мы спорим о моделях сейчас. То есть можно в каком-то в Барселоне на предприятии, в котором реально будут справляться 50 человек, можно сказать, как в Беларуси, взять туда 400. Вы платите по 100 долларов, по 100 евро. Понимаете, мы спорим о моделях сейчас. Мы живем в такой модели. Ну, я вот сомневаюсь. Можно тоже провокационный вопрос? Вот мы говорим, кризис, кризис, а вот, ну, на самом деле, если залить сейчас журналистику деньгами, неужели все в самом деле исправится? Может быть, дело не в кризисе, а в том, что это определенный этап эволюции медий. Вот. И это, ну... А кризис, например, мы постоянно вспоминаем Грецию, Испанию. Это самые социалистические страны. Там вот эти идеи того, чтобы там люди лишь бы работали и платить им зарплату, там они всегда были. Нет, потому что Испания сейчас была про-левая. А Греция вообще работает? По-году назад. Так, левая, да, я и говорю про нас. О-левая, о социалистических людей. Греция, там... Сейчас правая, так что? Я думаю, что в природе можно играть между левым и правым. Понимаете? Все неолиберализм. И они просто поддерживают такую политику. Это просто искусственно. Потому что они... Это политическая борьба. Надо говорить, я правый, а я левый. Это просто какая-то игра. А у них всех одинаковая программа. Все. Понимаете? Только вы... Все это по поводу кризиса. Если за них деньгами, то что случится с журналистами? Все станет хорошо, и все будет. Если вложить... Если кризис экономический в Европе закончится, и экономика заработает, и там ВВП будет расти на 20% в год, то журналистика сразу поднимется на ноги, и там все будет хорошо, и все будет звучать. Я не говорила об этом. Я говорю, что... Если смысл связывать с кризисом... Ну, я просто... Это был один из моих текстов, что это кризис страдает СМИ. Страдает все, но тоже СМИ. Но я думала, что это тоже, конечно, эволюция, потому что просто медийный бизнес меняется все из-за социальных СМИ, а всего. Много разного. Речь там о том, что и кризис в СМИ, и финансовый, там, экономический кризис, это, как бы сказать, у них есть общая некая причина, общий, тотальный кризис, там, мировоззреческий, цивилизационный, и так далее, и так далее. И в частности, он выражается в том, что действительно, вот мы видим, Европа превращается в Беларусь. Собственно, это провокативный тезис. Понятно, что такое, вроде бы, банальное выражение, но так, боя, кризис, это возможность. Если мы говорим о том, что там, кризис традиционных СМИ, традиционных как моделей, там, верь, тут, угрессия, там, блогов, социальных сетей, и так далее. Ну, понятно, что в любом случае есть спрос на качественную журналистику, так или иначе, он есть у какой-то учителей, и он всегда будет. И если мы видим ситуацию, когда все СМИ превратились в желтые, все политики в неолибералов, в левых, тогда, понятно, что... Неолибералы, я говорю. Ну, все неолибералы. Все сливают с СМИ, да. Но это означает, что, значит, есть спрос на классические левые и классические правые партии, которые бы отличались от этого мейнстрима. В журналистике будет спрос, соответственно, на тех, которые будут отличаться от всего этого. И если действительно в Испании эти шурналистики, говорили, смогли найти какой-то кооператив, они готовы там работать, есть люди, которые хотят их там читать, соответственно, готовы как-то их финансировать в какой-то степени, чтобы они могли существовать. И, в общем, они вполне находят из этого выжат, и для них нет такой проблемы, ни такого кризиса. Они в нем находят для себя новую возможность, новые работы, новые кооперации. И все может быть для них так плохо, и не обязательно находить требовательства. В Греции дать степени тесную связь. Да, есть возможность на такой новой модели. Уж ясно, что такой момент, который сейчас не будет еще долго существовать, потому что неэффективнее, непрофитабильнее, не поддерживает качественных журналистов. Поэтому, мне кажется, возможно, в таком случае дать степени тесную связь. Потому что общественность и видео в Греции это скорее радует или не радует, это естественный процесс, не ту нежу, способную в отеле, которая есть. А почему естественный процесс? Если это решили правители, как это можно называть естественный процесс? Это не произошло из-за того, что люди просто сказали, что больше не хотим общественного телевидения. Как можно сказать, что это естественный процесс? Просто я сразу должен мне сказать, что если есть общественное телевидение популярное, все люди сообщества успеют прислужить. Это все. А что для общественного телевидения вообще не важно, если популярный или нет. Это то же самое, как залог демократии. Понимаешь? То же самое, что сегодня сказали, мы отказываемся от прав человека. Это дорого нам отходит. Понимаете? Мы просто не очень понимаем, потому что у нас этого нет. Но вообще-то это как бы залог демократии. Вот этого нельзя отказаться. Нельзя человеку отрубить одну ногу, чтобы он был там, ну, до конца там полноценный физический. Давайте откажемся от правчерка, это тоже дорого обходит. Возникает вопрос, а если было общественное телевидение гарантом демократии, а сейчас его недемократично закрывают, то, видимо, оно было некачественным гарантом демократии. Ну, раз не гарантировало. Так, подожди, его еще не закрыли. Закрывали. Ну, видимо, на фортале не должно поработало. Да, я просто хотела задать вопрос по поводу вот этих 9 тысяч уволенных журналистов. На ваш взгляд, может быть, вот как здесь говорил Вадим, действительно кризис как возможности, это, ну, такая естественная, когда вот наступила такая пиковая точка, просто, ну, избавиться, может быть, не все 9 тысячи не лишние, да? Но на любом предприятии, когда приходят, например, там, не знаю, бизнесмен, он просто смотрит, что вот, ему не надо 150 человек, ему нужно 150. То есть, может, это и неплохо, а останутся лучше. Ну, да, она... Как будто уволять всех, это уже проблема. Подождите, 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 подождите. Потому что в Испании буквально в журналистике больше нет. Понимаете? Там закрывались целые издания? Да. Там закрывались 70 изданий. Наверное, честно. Леша. Да, я просто хотел прокомментировать по поводу там, лишние останутся, нелешние. Почему там, зачем нам испанский опыт? У нас есть чудесный белорусский опыт 80-90-х, когда случилась депрофессионализация науки белорусской и всего остального, когда огромное количество людей уехало из-за экономических проблем 80-90-х годов, и это совершенно не способствовало, скажем так, развитию этой самой науки белорусской, потому что образовались разрывы поколенческие и так далее и тому подобное. Так что на самом деле кризис сам по себе, он не является вот таким чистым регулятором, да, такие либертарианские взгляды, да. Скорее всего, тут куча всяких вещей должна быть еще, потому что на самом деле сам по себе кризис, он, допустим, там не смог человек остаться работать, да, но профессионал, но у него нет, скажем так, порывов конкурентной борьбы яростной, да. Но на самом деле это просто сложная ситуация, мне кажется, то есть я согласен с половиной о том, что на такую проблему, да, определенную? Ну, поэтому я говорю, когда, например, в какой-то стране, в какой-то стране, в какой-то генерации, которая будет креативная, которая будет какие-то новые идеи двигать, это очень проблема, потому что это значит застой. Это произошло, по-моему, в Белоруссии, потому что очень много молодых людей уехало, и просто страна оказалась в каком-то застое. Я вижу то же самое проблему сейчас может быть в Испании, если там 50-50% людей, молодых, безработных, они ищут, возможно, в Латинской Америке, в Германии. Но это значит, если там все эти люди уезжают, что это значит для Испании? Это значит, что это мертвая страна, страна, в которой нет сердца, и все. Я думаю, что это проблема. Вы меня извините, что я опять уделяю образование, сколько? Внимание, но просто я смотрю на журфак, когда у нас в 2004 году делали сколько там, где-то около 400 человек выпускников, выходило 400 человек, то сейчас сколько? Около 1000 выходит. Зачем? Куда? Зачем? Изданий больше не стало. Их штампуют, их штампуют, их продолжают штамповать. И так во многих сферах образования, и я думаю, что не только у нас в Беларуси. То есть, в любом случае, люди платят деньги на образование, 5000 минимум, я не знаю, сколько сейчас стоит. 1200 в год. 1200 в год, это получается 6400, все, 1200, 5... 6200. Ну, около 6000. Около 6000. 6000 родители платят за ребенка, или сам ребенок эти деньги зарабатывает, в итоге он потом не сможет, ну, через несколько лет только отобьет эти деньги. Ну, заработать эти деньги зачем? Нет, понятно, что есть проблема. Почему действительно, вот во Франции там же получается бесплатное образование, а в Словении, кстати, образование бесплатное, поступают только лучше. То есть, те, которые действительно могут поступить и потом работать по профессии. А у нас такого нет. У нас просто пошел и домой работал. Да, но у нас, допустим, большие конкурсы вузы, это политический контекст надо учитывать, потому что, допустим, с моей точки зрения, как бы, одна, один из приоритетов, то есть, одна из причин того, почему у нас происходит массовизация высшего образования, это, как бы, вот эта установка правящих ли, в том числе, что образование должно быть, то есть, как бы, люди его хотят, вот вам это образование. То есть, с одной стороны, как бы, обратите внимание на непосредственности заявления о стоимости высшего образования в Беларуси. С одной стороны, говорят, там, надо повышать, министерство говорит, давайте повышают, в вузах повышают. Там, с самого верха идет отмашка, там, нет, это слишком высоко. Ну, потому что там какие-то сигналы пошли снизу, там, наверх, слишком много... Они же школы... Да, и, понимаете, на самом деле, очень противоречивая политика, потому что вот этот вот тезис социального государства в Беларуси, это, ну, он, как бы, в определенной степени работающий, да? И тут вопрос в том, что мы сократим, там, журналистов, историков, там, и так далее, и тому подобное. Педагогов. Да, педагогов сократим, и так далее. Но, опять же, вот реакция общества, да? То есть, вот, какая реакция общества? Ну, мне кажется, это просто такая штука тут и политическая, и экономическая. Тут много аспектов. Мне кажется, это продолжается по цели слова. Алексей, это незавершенная цивилизация, когда, с одной стороны, люди, что она заводил, уже не гарантирует какого-то высокого уровня жизни, как это, в принципе, было связано с компаниейом, а люди, да, все еще продолжают в это верить, и кто в это откладывает. Ну, да, то есть, в определенной степени, это целая система ценностей, которая у нас сложилась. Потому что, глядя, например, на заушников, которые приходят учиться в белорусские вузы, я понимаю, что им это не нужно. То есть, они профессиональны, но квалификационные требования в продолжении их работы требуют наличия диплома. И вот им там 40 лет, и они хотят получить этот диплом, хотя формально они имеют все квалификационные навыки. Тут, ну, это просто целая система. Социализации. Да, тут, да, которые требуются вообще, в любом случае требуются при развитии, там, частных организаций и так далее. Поэтому это, ну, проблема вот такая институциональная в Беларуси, да, тут очень много всяких аспектов. По поводу Беларуси, ну, так как Беларусь тут заявлялась на такое будущее ЕС, ну, я так немножко вопрос запутаю. Не нужно ли про Беларусь показывать репортажи больше в Европейском Союзе? Ну, это шуточный вопрос. А на самом деле у меня вопрос, насколько Беларусь вообще присутствует на телевидении, я не знаю, в газетах? Ну, это зависит от каждого. Ну, например, я очень много писала про Беларусь, но это не помогло, потому что я даже очень разочаровалась, потому что, например, я в 2010 году очень-очень много писала про репрессии, про все, про все. А потом Словения бойкотировала санкции против Чижа и остальных. Это для меня был такой удар в голову, потому что я думаю, ну, хорошо, наверное, наше правительство думает, что это нельзя, потому что это тоталитарное государство, но все равно, просто это предприниматель, ему просто было важно 100 тысяч евро, и это значит, что правительство и экономика работают так, с рукой в рукой. Так что для меня это было очень большое разочарование, потому что я могу еще 10 лет освещать события Беларусь, я могу писать про смертельный указан, про не знаем что. А эти предприятия славянские все равно будут приглашать Лукашенко на свою яхту и кататься на лижах на славянские курорты, потому что он следит своей экономической логике. Наверное, вопрос в том, как необходимо формировать, в том числе, аппликации, общественное мнение, обсуждение о Беларуи. Да, и просто один человек просто так повлиял на славянскую внешнюю политику, что они это сделали. Понимаете? Ну, а я так понимаю, это возвращает нас к проблеме кризиса, что экономические интересы оказываются самыми лишающими. Да, и потом этот предприниматель организует, он очень богатый, он самый главный филантроп, понимаете, как скрываются просто циничные экономические цели. Он просто организует лекции для журналистов, понимаете? Как надо во время кризиса совершать события. Он приходит, потому что он уважаемый человек, он филантроп, он поддерживает советскую культуру, он печатает книжки, понимаете? А с другой стороны, он поддерживает авторитарный режим. Да, выдержите предложение. Наверное, реакция на это должно быть в некое формирование, в состоянии общественного мнения по поводу Беларуси, по поводу ситуации в ней. И есть в том числе возможность публикации в СМИ, и будет такое общественное мнение сформировано, в том случае, наверное, будет такое же отношение к этому событию. Я думаю, что вы очень идеалистично относитесь к СМИ, потому что мы просто читаем, что... Понятно, что СМИ не есть пропаганда, не есть ответвление в нос, но общественное мнение... Потому что идет тоже антипропаганда. Например, я очень много писала, да, это просто плохо, что СМИ так поступает, а потом, например, в другой газете я читала, поэтому предприниматель, как он крутой, понимаете? Он, потому что у него день, он просто не мог заплатить положительную статью для себя. И потом, например, он финансировал людей, чтобы писали эти статьи, которые плохо относятся к ему, чтобы там писали нет, потому что Беларусь вообще как та страна, потому что там это такое социальное государство, там, бла-бла-бла-бла. И просто есть какая-то борьба, потому что, когда такие интересные, у Словения маленькая страна, когда есть бизнес 100 миллионов евро, конечно, он будет делать все, чтобы убедить, что он не такой плохой, что Беларусь вообще нормальная страна. И, например, я только раз опубликовала интервью с министром иностранных дел в Беларуси, и эти предприятия только тогда мне звонили, потому что он думал, о, наверное, у него хорошие связи с беларусским правительством, надо хорошие связи с ней поддерживать. Понимаете, как цинично работает бизнес. Так что я могу тысячу статей про Беларусью писать, если в Словении будут другие интересы, они будут поступать по-своему. Даже когда, например, я получаю эту премию, которую более сказали, там пригласили, например, посла Словении, там еще, например, в конкурсе играют британец и испанка. Приехали, конечно, испанский посол приехал, британский посол, а славянский нет, потому что это просто официальная политика. Мы будем поддерживать только правительство, а оппозицию нет. Это тоже такой, по-моему, киничный подход, потому что... А как это возможно соотносить вообще с позицией Брюсселя? Ведь, как бы, ну, мы слышали, что все перемены вам дают Брюссель, а внешнюю политику, как бы, это вы... То есть вы не обязаны, да, то есть иметь ту же линию, скажем, что и Брюссель? Нет, ну, я понимаю, где тебе дает 100 миллионов метров помощи, он может быть туда, а это вообще не связано. У меня нет никакой обязанности. Но я просто не хочу демонизировать соединить, потому что я думаю, что какую параметричную политику не дают, а только Словении. Для первого, тоже Франция, Нидваль, даже ваши самые хорошие друзья, так что... Я думаю, 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 что... Демократия... А прежде всего, в втором плане. Я не знаю, как вы сейчас... Как вы себе к этому относите? Особенно, когда... Кризис, понимаете? Потому что для Словении 100 миллионов евро это большой бизнес. Но несмотря на то, что славянцы от этого бизнеса ничего не будем получить. Потому что это просто бизнес этого славянского олигарха. Просто олигархи всего мира соединяют, работают между собой. Так что они не будут никогда навредить друг другу. Они всегда будут работать вместе. Но если у четвертой власти есть какая-то власть, то все-таки что-то можно сделать? Да. Может ли все-таки что-то с ней? Или это все-таки не власть какая-то? Нет. Невозможно ничего сделать. Например, я просто написала 10 статей, что это плохо. Как Словения поступала. Вообще, это плохо из-за того, я не думаю, что это плохо, что мы преследовали свои экономические цели. Я думаю, это плохо, потому что над нами все издевались. Потому что в период двух недель, например, E-Observer каждый день писали статью, что как можно. Такая маленькая страна так цинично просто блокировала другую маленькую страну. Я думаю, что если Словения хотела блокировать санкции, она должна была это сделать более дипломатично, чтобы просто никто не знал. Потому что это тоже Франция делала, это делала тоже Нитва, про них никто не говорил. А мы просто там публично нет. Мы просто не хотим, чтобы Чиж был на этом черном списке. И все. И не знаю, просто я посимистично отношусь к понятию четвертой власти. Я думаю, что мы сейчас просто, не знаю, развлекаем. Более чем влияют на какие-то события. Может быть, у вас есть иллюжность, что у нас какая-то власть есть. Потому что, например, я вижу, что у меня нет. Но я могу просто влиять на обычных людей, которые думают, нет, да, это правильно, мы неправильно поступаем. Но я не могу влиять на внешнюю политику своей страны. Но я думаю, что, например, это тенденция везде в мире. Понимаете? История с Нолденом. Ну а что? Американцы там, жители, они могут протестовать, и вот все равно будут судить. Потому что это просто их политика и все. Полна. В связи с этим проектом мы хотели поменять? Разве такие идеи эффективные? Да. У меня уже были такие идеи, да. И что сегодня? Что нужно делать, чтобы бороться с кризисом? Где более эффективные сферы? Я думаю, просто активизм. Если что-то можно поменять, можно поменять только так. И поэтому я думаю, что... Женщики, наверное. Да. Женщики сейчас становятся активистами. Дима. У меня вопрос. Вот это общественное пространство, да, Евросоюза. Позволяет ли для него каким-то образом все-таки лучше справляться с проблемами кризиса? Или на самом деле наоборот все это общее пространство и для того и придумано, чтобы создана, скажем так, модель, в которой хорошо абортируют всякие роды кризисы? Тут две части вопроса. То есть общее пространство европейское, позволяет ли тебе как-то лучше справляться с кризисами? Если сравнить с Белоруссией, то это, по сути, меньше пространства, в котором меньше возможностей, да? Ну, я думаю, что это... И наоборот, вообще сама вот конструкция такого вот большого пространства придумана для того, чтобы вот такие вещи, вот кризисы всякие, да, капиталы раздувать... Ну, с одной стороны, можно полегче, потому что все равно есть какая-то солидарность. Например, когда произошло это... события с общественным телевидением в Греции. Просто все общественные телевидения и европейские стран, они протестовали, пощеляют за петиции. Но это значит, что если больше давления, все равно есть все, мораторий поставлен на закрытие. А с другой стороны, все равно есть в каждой стране свои принципы. А она всегда будет поддерживать себя, а потом еще второй. Так что... Солидарности не хватает с другой стороны. Да. Иногда солидарность есть, но если, когда у тебя какое-то желание, ты не будешь солидарным, например, с Грецией. Никто никого не должен кормить. Все должны самостоятельно. Если журналист или куда-то, кто там пошел актер, не пошел журналистом, а пошел актером или художником, а потом говорит, плачет, что у него денег нет. Это его проблема. Есть такие газеты, которые не очень покупают. Есть такие артисты, которые поют, тоже не ходят. И у них нет денег. Это их не проблема. Поэтому никто... Значит, я хочу вот что-то сказать. Есть газеты, которые государство поддерживают. А есть, которые на самоокупаемости. Вот нужно что? Чтобы был штат. В каждой газете несколько человек. В том числе должен быть и редактор, и ответственный секретарь писать статьи или фотографировать. Остальные должны быть... Сотни человек должны бегать и предлагать свою статью. И тогда будет интересно. А так вы хотите, чтобы ничего не делать, чтобы кто-то платил деньги, митинговать и так далее. И вот. Хорошо, что у нас есть поддержка со стороны государства. А в Европе меньше. Так получается, что каждый должен журналист выходить на улицу. Артист должен художник выходить. Потому что ему плохо платят. Так чего он плохим художником стал? Почему он плохим артистом стал? Певцом. Почему он плохим журналистом? Себя не мог продать. Себя. Нужно себя продавать. Вот. А если человек не умеет себя продать с своей работы, то как он тогда должен... То есть все проблемы с новцами в данный уровень? Это сам виноват человек. Это сам виноват человек. И если говорить о своей стране, он должен ехать в другую страну. А вы думаете, что там 20 тысяч греческих журналистов, которые работали в общественной телевидении, они сами виноваты. Потому что они такие плохие журналисты. И поэтому мы ходят на кризис. Я думаю, что это не вопрос в этом, что они плохие. Я думаю, что просто интерес государства и их закрыт. Все. У нас люди... Есть какой-то популярный журналист, где идет работа зарплаты? Они не хотят ничего... Я даю рекламу, ищу специалистов. Они спрашивают, а сколько вы платите? Так что, понятно, ваша позиция понятна. Они не хотят ничего делать, только спрашивают зарплату. И сколько в них не работают? Ну это, конечно, в каждой организации... А еще был там вопрос. Одну и сквозь. Конечно. У меня возник такой вопрос про систему PR. То, что это платный доступ к контенту онлайн. И как раз дело одна из газет, которые используют этот платный контент. Ну и насколько это успешно? Ну, я могу просто кратко пояснить. Это словацкая система по поводу... Она шагнула во многие сооруженные европейские... Что это просто закрыто. Что, кстати, онлайн-издание выживает не за счет рекламы, а за счет платного контента. И дело как раз один из участников слова. Я думаю, что в большинстве газет так, что есть какая-то система PR. Какая-либо спрашивает? Да. Эксклюзивная система, которая просто... Например, где-то эксклюзивно. Ну, в кавичках статьи просто закрытие. И люди просто покупают. А я думаю, что довольно успешно, потому что у нас сейчас будем свою систему такую устроить. Понимаете? То есть вы отказываетесь от пиано? Да, потому что пиано, а мы свою внутреннюю газетную пиано будем делать. Так что я думаю, что наши редакторы к этому... То есть вы кислите с самого платного онлайн-тенса? Да. Они бы этого не сделали, если бы не думали, что это будет выгодно. Потому что у нас уже есть два года это пиано, так что они, наверное, увидели, что... И сейчас почти все статьи будут закрыты. Так что я думаю, что никто не такой глупый, чтобы почти все статьи закрыли, если данные будут выгодны. Еще был вопрос от того мужчины. Да, было. Добрый день. Вы знаете, уже одно еще. Вы только бачилися. Одно еще. Вы сейчас живете в Москве. И на кольте процессы сейчас идут у России, и неподобные тому, какие уже прошла в Беларуси. Ну, насколько все эти процессы, которые уже произошли сейчас в последнее время в России, похожи именно на то, что уже произошло еще раньше в Беларуси. Насколько взаимоотношений, скажем, Путина и Цимченко, похожи на взаимоотношения чужая Лукашенко и вашего олигарха с вашими... Ну, я раньше с Александром общалась по поводу неправительственных организаций. Ну, вы знаете, что в России есть такой закон сейчас про неправительственные организации, что там какие-то проверки, иностранные агенты и так. Ну, я думаю, что Россия по дороге к Беларуси, что просто будет закрывать все этих неправительственных организаций. Это одно. Что касается Чижа и Лукашенко и Тимченко и Путин, я думаю, что все равно Россия огромная страна, влиятельная страна, и никто не может влиять на ее. Так что против Путина и Тимченко никогда не будет санкций Европейского союза, потому что все равно Европейский союз зависит от российского газа и нефта. А что касается Беларуси, вопрос другой. Какие слова «двойные стандарты»? Да, да, «двойные стандарты». Один, как бы ты, что, это, как бы ты, это, как бы ты, в грозе. Но не в России. Да, в России. Никогда Европейский союз не будет принимать санкции против Европейского союза, потому что даже они не могут... ...но Европейскую премию... ...но Европейскую премию... ...но Европейскую премию или... ...премию Сахар не посмеет дать... ...русским правозащитникам, потому что они не хотят... ...там... ...на Россию... ...отрицательно влиять. Ну что? Думаю, мы завершаем, я буду, уже нашу дискуссию. Давайте поблагодарим Полону. Она так... ...национально рассказывала о том, как Европейский союз приближается к Беларуси. Небольшой, позитивный действительно вывод тоже был, что есть выход. Это активизм. Но я думаю, что это все идеи, над которыми можно дальше думать и искать свои аргументы и контраргументы. Еще раз напоминаю про анкеты и ждем вас на новых лекциях наших. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ